В 60-70-е годы, примерно каждые 5 лет, в Московской области создавалось 10 примерно особо охраняемых природных территорий. Если сначала это были такие просто достопримечательные, красивые и живописные места, то потом стало понятно, что получают такой экологический каркас, который поддерживает природное равновесие и вообще сохраняет благоприятные условия обитания в Московской области. И вот сейчас модно говорить об экосистемных услугах, так мы вот не зная этого слова, мы сами фактически создавали базу для этих экосистемных услуг, чтобы, грубо говоря, в Подмосковье было всем легко дышать и было где отдыхать. Без таких территорий, за которыми требуется специальный присмотр, ни одна такая сильно нагруженная область, как наша Подмосковья, обойтись не может. И сейчас это во всем мире широко распространено. Но вся беда в том, что подмосковные заказники последние годы оказались бесхозными. В Подмосковье, видите, очень много, они, к сожалению, сейчас никем не охраняются и никак не контролируются, кроме общественности. Общественность, к сожалению, целиком это взять на себе не может, просто это нереально. Но, тем не менее, плановые проверки, которые проводились раньше регулярно властями, в частности, в Министерстве экологии Московской области, они почему-то теперь отменены. И нужно написать много писем, много жалоб с тем, чтобы кто-то приехал и посмотрел, что творится. Где-то свалка, где-то застройка, где-то что-то раскопали. В общем, за всеми такими территориями надо обязательно следить. Оно, конечно, при таком количестве народу не выдержит нагрузки, как очень такая уязвимая экосистема. Ее обязательно надо регулировать. И это не значит, что нельзя пользоваться этой территорией, нужно просто к ней бережно относиться. Вот ЮНАТО, спасибо им большое, сделали то, что практически мы должны были сделать. То есть они провели такой контроль общественный, в самом хорошем смысле этого слова. То есть я думаю, что теперь все будут довольны. Но проблем, конечно, очень много. И не только они связаны с антропогенной нагрузкой, и вспышка численности края, да все знают, что в связи с потеплением климата сейчас это большая проблема. Ну и масса всего другого. Но самое главное, что не только наш заказник требует, это регулярного контроля со стороны государственных организаций, которые существуют и которые должны этим заниматься.